уважаемые зрители я приветствую вас на своем канале добрый день сегодня чудесный апрельский день скоро май и я хочу поговорить с вами о чем-нибудь таком веселом хорошим может быть это будет интересно очень женщинам потому что я хочу поговорить о покупочках и сегодня у нас будет обзор дорогие друзья вы все туристы например и не туристы мечтаем куда-либо поехать потому что в том году были сорваны поездки у всех в связи с тем что пандемию объявили и она была но путевки наши не пропали их зарезервировали на депозитах до лучших времен ну вот сейчас как будет разрешают поехать другую страну направление меняет ну посмотрим вроде обещают что я поеду но поехать тоже непросто хотя все уже подготовила для того чтобы поехать но еще надо сдать пцр тест например откуда мы знаем переболели мы или не переболели к видам но если конечно такого смертельного случая не было но какое-то недомогание у многих раз год бывает вот ну и дорогие друзья я купила такой пульсометр оксиметр но не с этой целью а просто так я увидела что распродажа на сайт в интернет-магазине вайперис и купила такой за 2 500 что ли за 2 500 хотя он был поначалу очень дорогой в прошлом году уже начинали продавать вот в этом году я купила такой на батарейках вставляются две батарейки 3а и он работает так вот вставляешь указательный палец там кнопочка такая и вот нажимаешь на эту кнопку и вот нужно вот так сидеть и ждать результат не шевелиться не скрещивать ноги когда он давление измеряем такая же вот у меня 98 вы простите 96 как мула и 68 пульс 96 68 95 вот не знаю насколько и пульс 66 не знаю насколько верно ну очень у меня такой пульсометр есть я измеряю потом выключается полежит и выключится сам вот такой пульсометр в общем купила девочка со мной работает говорит что он неправильно показали ну вроде пора и на пульс мой ну а то что гулять надо почат побольше на воздухе бывать и будет больше кислорода в составе крови крови и так дорогие друзья я все-таки мечтаю о том что я поеду мне как бы обещано уже и остается не очень много времени и я знаю у меня всегда комплект одежды есть ну и решила обновить думаю обновлю я всегда мечтала поехать вот таких белых кроссовках дорогие мои друзья посмотрите какие белые кроссовочки себе купила китайского производства текстиль посмотрите текстиль сбоку вы видите кожзаменитель и вот такие эмблемки это вот в этом году как-то вот такими эмблемками кроссовки я вот обращаю внимание что они популярны скажем так на шнурочки и вот так вот посмотрите такая подошва и коробочка еще есть симпатичная мне нравятся такие коробки можно в них хранить приехал помыл постирал и в коробочку и до следующего года убрать вот такие коробочки посмотрите как выглядит итак дорогие друзья еще у меня целый пакет целый пакет покупок давайте посмотрим что же я купил так мы начну с детского когда у Ксюши был день рождения моей внучки я отправила подарки я обычно одинаково подарочки покупаю куколки чтобы не обидно была девочка но в этот раз мне доченька моя сказала что у Ксюши у Олеси есть единорог которого я привозила из Турции я посылку вложила двух пони и одного единорога но оказалось что обиделся ребенок я поняла по это по выражению на видео лица очень по выражению лица в общем я решила докупить отправить мы теперь еще заказала еще одного пони потому что это оказалось у Олеси был пони мягкий а у Ксюши мягкого пони нет но пони еще не пришел задерживается посылка долго идет и вот вот такая брила шелковенькая видите такой вот ягонький но не пересыпающийся и знаете с ним мне кажется хорошо спать вот так спать ребенку так вот лечь и так спать или в обнимочку детки любят вот такие вот игрушечки видите он так и сделан возможно для сна это даже вот Олеся у тебя единорог есть теперь посмотрите это у девочек вот у современных маленьких девочек очень большой спрос есть мультики про пони про единорога и вот они эти игрушки еще там какие-то игрушки заказывали там куклы с большими глазами ой как называется не помню ну в общем я им тоже вроде купила в той посылке они были в коробочке запечатаны поэтому я говорю вроде ну в общем вот такой единорог есть я сказала что я готовлюсь к путешествию я хочу поехать надеюсь это мне удастся я хочу полететь на самолете и значит мне нужна будет новая подушка для авиаперелета я себе купила такую подушку вообще это детская подушка вот посмотрите это штучки которым тянутся ручки подушка игрушка почему потому что вот сыпучие так можно нажимать видите но успокаивает нервы некоторые люди вот нервничают и вот они начинают нажимать или дети и успокаиваются у меня как-то не то но я люблю на ней спать в самолете в автобусе вот так ложишься хорошо как классно вообще и можно я в автобусе на аллахоль еду 13 часов и знаете так прислоняюсь к окнули вот так вот даже как ну и на спинку можно и очень классно 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 ребята вообще супер супер советую такие подушечки то ездит без подушек пожалуйста покупаете еще раньше купила себе платье я даже не знала поеду не поеду я видела что летнее платье на сайте в интернет-магазине вальберис распродавались просто ну как бы производители сшили с этой пандемии непонятно люди сидеть будут дома и зачем он много платит и платье очень дешевое посмотрите какое платье трикотажное хэбэ сто процентов ну какой тонкий трикотаж трехъярусная юбка мне очень идет такая мне вообще этот фасон трехъярусный с молодости по сей день идет с моей фигурой такой вот яблочной очень даже идет я конечно извините 64 года а если похудеть в моем возрасте то извините можно знаете еще старше выглядеть кожа вот такая будет поэтому вот так вот ну трехъярусное платье что купила себе свеженькое вот такое вот оно сейчас я отойду покажу как оно выглядит вы посмотрите выглядит вот так вот вот так вот такое платьице с кулиской такое платьице с кулиской и с в общем длинненькое оно ну ниже не в полное ну низкое довольно таки в общем такое платье нужно носить дорогие друзья еще я купила вот на мне посмотрите ветровка я ее так вот надела сейчас для того чтобы вам продемонстрировать вот эту ветровка она еще так с длинным рукавом но он не длинноват этот рукав наверное посмотрите какой он хотя может быть и нет в общем есть такой вот ремешочек вот посмотрите вот так вот застегивается ой 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 все и вот так и так дорогие друзья вот такая видовочка я сейчас встану посмотрите посмотрите кармашки ну приятная видовка надо сказать очень даже приятненькая мне мне нравится сначала я не поняла ее не понравилось я представляла более грубую но я подумала о том это же ведь лето будет это же не сейчас вот погода ну не лето это будет не буду говорить когда но это уже будет почти лето и вот в дорогу взять ну даже если не в дорогу а в дорогу может что-то посерьезнее то вечерами можно будет погулять может быть прохладный вечер какой-то это же не летний будет у меня в период отдыха итак дорогие друзья вот я сегодня я рассказала вам о том что вот так вот будет сегодня я рассказала вам о своих покупках о своем настроении хорошем позитивном ну вот я надеюсь что я поеду я верю в это ну не поеду ну что доживем до следующего года надеюсь ну как-то вот некое которые не поехали туристы например российские туристы остались в Турцию которые собрались они ну как бы отложили эти рейсы и люди тоже пишут в комментариях там вот я читаю соответствующее там видео и люди пишут что нам в том году отложили рейс на депозит эти деньги забросили и в этом году тоже предлагают варианты или неприемлемые или ну в общем дорогой вариант россиянам в на Кубу ехать или в Кипр на Кипр или по России ну в общем люди планировали например в Турцию ну не знаю как у нас сложится не закроется ли та страна но я все-таки не из России из Казахстана ну надеюсь все будет классно ну дорогие друзья будем оптимистами будем надеяться на хорошее да дорогие мои конечно это зараза страшная но я вот ненавидела эти маски а тут вдруг поняла надо их носить на улице в автобусе вот знаете надо носить все-таки вот знаете надо вот так ее сделать она тогда не в три слоя будет а вот так и на носик но очкариком сложнее потому что у нас начинают очки запотевать вот у нас поэтому нужно желательно конечно же делать очки снимать и носить вот так вот привыкать на улице там в автобусе ну дома наверное без маски же можно а сейчас есть требования такие что и на офисах в масках требует конечно если народу много но я одна сижу например но у меня маска вот всегда на шее здесь мало ли кто зайдет я сразу раз так вот и все а так у меня кабинет я одна закрыта дверь так что итак дорогие друзья до новых встреч заходите на мой канал напишите понравились ли вам мои вещички нравятся и что бы вы что вы думаете о ситуации хотите вы поехать поедете ли в общем вот как то так но я думаю что должно все в итоге хорошо закончится падать духом нельзя все будет классно до новых встреч всего доброго до новых встреч